Девушки отдыхают Поздравляю Дональда Трампа. Надеюсь, что он будет следовать принципам разумного эгоизма, в том числе в украинском вопросе. Доходило до смешного. Поздравлялку Трампу выставила даже известная в узких донецких кругах группа «Ватная Петровка». Дональд Трамп, 45-й президент США. Теперь официально. Поздравляем. И после этого у нас нет никаких сомнений, что «А вот теперь-то Петровка заживет». Трамп, по слухам, обещал снизить цену в 42-м автобусе. Это же советская традиция, когда пионеры рапортуют Ленину, который, а, умер, б, в Москве. И они в их бедовой голове представляют, что Трамп, он такой же священный, как мумия Ленина, только по-новому. Но в отличие от мумии Ленина, он может еще указ принять. С другой стороны, Трамп в политике человек новый и, видимо, еще не усвоил, что с такими акулами международного политесса, как Санек Захарченко, надо держать ухо востро. Почему? Потому что Запад нас боится. Он вроде и болел за тебя, и поздравлял от души, но стоит раз прощелкать, берегись, пощады не будет. Запад забывает. Одну единственную вещь. Когда в Польшу приходят танки Запада, то почему-то потом появляются танки с Востока. Да и вообще, при таких увлечениях шефа один из официальных сайтов мог бы уже график походов составить. Мол, понедельник на Киев, вторник на Польшу, среда выходной. С другой стороны, как бы так ни случилось, что поход на Киев придется на время отложить. Во-первых, Москва всеми силами и зелеными ресурсами работает на перевыборы в Раде. Но украинцы уже в тоске и печали. В этот год им предстоит сложнейшее испытание – сохранить себя и страну. Потому только ленивый аналитик не предсказал Украине досрочных выборов, на худой конец парламентских. Раду этого созыва можно не любить. Справедливо пинать их за Е-декларации. Но время показывает, что договориться с ними и легализировать боевиков не получается. И тут все ясно и понятно. Если одни зайцы не хотят сотрудничать, то надо поменять их на других. Им нужна Украина в стойле, в идеале. На худой конец им нужна Украина, где происходит ад. Который можно показывать своим телезрителям и говорить. Будете рыпаться. Будет у вас ад. По развалу коалиции работа ведется на всех фронтах. Детальнее посмотрим ближе к весне. А пока можно просто умиляться удивительным совпадением, где разгоны из Москвы чудесным образом совпали с заявлениями видных недорозов. И вся работа, которая там проводилась в центре, в Киеве, политическая работа, она проводилась на то, чтобы в перспективе добиться переизбрания этой Рады, добиться досрочных выборов. Но есть и другие причины, почему Сашкин поход на Польшу через Киев может закончиться в районе Путиловского моста. Ах, если б Трамп только знал, насколько коварна киевская хунта, то непременно бы добавился в друзья к Басурину в одноклассника. Идут на различные ухищрения для получения предрасположений и завоевания доверия к себе общением в социальных сетях. Эдуард, несмотря на зиму и холод, продолжает показывать уровень и держать планку. Мне хотелось бы остановиться на данной схеме, которую украинские спецслужбы выманивают военнослужащих Вооруженных сил ДНР на свою территорию. Батальон Ганджубас с Басурином во главе – это, безусловно, лучшее, что есть в молодой республике. Люди сами оттопыриваются и других позитивом заряжают. При общении в социальных сетях избушники используются в основном женщин. При общении агенты предлагают фальшивые фотографы интимного характера. В дальнейшем он выводится навстречу в населенный пункт, находящийся в серой зоне, для того, чтобы была возможность его выкрасть. Слыхали, какое коварство? Отправляют девчонки боевикам интимные фоточки. И те на крыльях любви летят в серую зону, где их и поджидают. Горячие любовники с корочками СБУ. Для того, чтобы была возможность его выкрасть. На нам, признаться, больше всего понравились удивительные познания Эдика, так сказать, в принимающей стороне. Помните, что с обратной стороны интернет-связи с вами может вести беседу. Жирный, прыщавый мужик придерживается нетрадиционных европейских ценностей. Толстый, прыщавый мужик? Да еще и кей! А вот откуда Басурин знает эти пикантные подробности? Не иначе, как лично с товарищами в разведку ходил. Этот, он тогда к тебе приезжал? И не смотрите на то, что дамочки выглядят подозрительно. Ведь колготки колготками, а сейчас главное – это гаджет в кармане. А вот с этим в русском мире традиционно все хорошо. По радиоэлектронике мы сейчас являемся не просто самыми лидирующими в мире. Ах, если бы Трамп только знал, что всякие там Эппл и прочие слабаки на десятилетия отстали от России в электронике. Отставание Соединенных Штатов, Японии, тем более Китая уже на десятилетия. Ну а для тех, кто попробует вякнуть, что-то всегда найдется управа. Какая им разница? Жириновский предложил переселять пенсионеров на крайний север. И глядя на такие финты ушами, закрадывается подозрение, что все это мы где-то уже видели. Уже была страна, где людям, стоящим в километровых очередях за какой-нибудь зеленой вонючей колбасой, рассказывали, как отстают от Советского Союза капиталисты. То эта колбаса, этот сыр и эти туалеты убьют страну. Как только хлеб, процветание, жратва, туалеты, комфорт становятся идеологией, страна умирает. И именно в этой стране несогласных и неудобных отправляли умирать в мир необъятных просторов и убийственных холодов. Наступает ли Россия на старые грабли? Безусловно, да. Ведь сама история показала, что кровь и самообман – это прямой путь к развалу. Так что правильной дорогой идете, товарищи. Смотрите далее в программе. Отработал еще один брат. Загадочная смерть очередного видного боевика. Основатель Луганской Народной Республики Валерий Болотов ушел из жизни 27 января в Москве. И главный вопрос – почему так? Валерия Болотова могли отравить чашкой кофе. И кто следующий? Вы знаете уже наверняка, что он был таким своеобразным оппозиционером к своему приемнику Плотницкому. Это антизомби. Территория без пропаганды. На этой неделе в России тихо и без лишнего пафоса хоронили очередного отработавшего брата. 27 января ушел из жизни народный губернатор Валерий Болотов. Глава ЛНР Игорь Плотницкий выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной Валерия Дмитриевича. Не было никаких истерик, прямых включений и видных гостей. Российские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что предварительной причиной смерти стал сердечный приступ. Да и сами любители поноворосить у телевизора как-то уж не слишком горевали. Болотов? Да вроде был такой, а вот в Донецке или Луганске уже и не помню. Здесь у меня нет сомнений о том, что он умер просто не выдергло сердце. И это на самом деле очень показательная история. Ведь под любой проект обязательно нужны герои. Тогда, в 2014-м, силами пропаганды их доставали из помоек и подворотен. Провозглашенная Луганская Народная Республика в воскресенье приняла собственную конституцию, а еще определилась с главой. Им стал Валерий Болотов. Да что там говорить, если покойный Болотов долгое время сидел на самой верхушке, разогнанной из Москвы волны. Да и как не сидеть, когда ты был никем, а тут хопа! И цельный народный губернатор. И вот присяга народу Валерий Болотов официально вступает в должность. На прошло время, а приоритеты поменялись, и недавно еще такие важные куколки превратились в ненужных свидетелей преступлений. И это не просто громкие слова. Ведь именно Болотов в интервью российскому изданию первым признал очевидное. Боевики обстреливали подконтрольные города, чтобы вызвать ненависть к украинской армии. Известно, что Игорь Плотницкий командовал батальоном «Заря». В Луганске ходят слухи, что именно этот батальон устраивал провокации и обстреливал Луганск летом 2014-го. Это так? Да, и не только «Заря». Сюда было заслано много людей, которые должны были совершать диверсии и разлагать дисциплину. Валерий Болотов. А теперь логичный вопрос. Что делать кураторам с отработанным материалом, который мало того, что много знает, так еще и добровольно, без всякого давления сливает контору? Я приехал в Россию из Луганска в футболке и шлепанцах. И сейчас мы не будем делать каких-то голословных обвинений. Может, и впрямь у человека сердце схватило. Но здесь нельзя не отметить, что как-то странно получается. Спустя три года войны число живых звезд русской весны можно сосчитать на пальцах одной руки. Смерти остальных более чем странные. То одного «Зайца» украдиверсанты в глубоком тылу расстреливают, а потом 50 километров с пулеметом в штанах бегут. Убит один из лидеров луганского ополчения, командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой. Как сообщается, украинская диверсионная группа устраивала засаду на трассе «Алчевск-Луганск» рядом с поселком Михайловка. Другому в подаренную братвой машину бомбу закладывают. Погиб командир казачьего полка народной милиции Павел Дремов. Украинская диверсионная группа взорвала на заправке на трассе «Первомайск-Стаханов» автомобиль, в котором ехал Дремов. Ну а тут просто чудеса. Человек кофейку выпил и отравился. И это не у красми врут. Жена Болотова с лайф-ньюзом наблюдениями делится. Жена первого главы ЛНР Болотова подозревает, что его отравили чашкой кофе. Да ну, хватит теории заговоров разгонять. Это же обычное дело. После кофейка в гробу оказаться. А плохо заварился, наверное. Ну а если без иронии, то и сами боевики отлично все понимают. Думали бога за бороду поймать, а получили факел Новороссии. Как-то очень быстро он умер после того, как жестко прошелся по Плотницкому и заявил о готовности вернуться в ЛНР. Игорь Стрелков. И можно сколько угодно успокаивать себя, мол, мне Сурков там или Володин что-то пообещали. Ведь Болотов, как и Захарченко сейчас, всего пару лет назад считал себя избранным или неприкасаемым. Руководителем восстания стал старший сержант запаса ВДВ Валерий Болотов. Это он с товарищами в масках-балаклавах предупреждал новую украинскую власть, что если она не захочет прислушаться к юго-восточным регионам, то люди возьмут в руки оружие. Мы не должны отступать. Это наша земля. Все вот это вот лифт, кофе, ДРГ укропов, они отличаются только формой. Ну а счет, цитируя Великого Лобановского, он на табло. И в этом свете очень забавно наблюдать, как пока еще не отыгранные куклы имитируют бурную деятельность. Вы обратите внимание, у нас каждый день запускается какой-то завод. Ежедневно запускается какое-то предприятие. Мы уже уверенно поднимаем пенсии и зарплаты. Правда, на деле все их старания сосредоточены в основном на прославлении себя любимого. Вот, например, вы не знали, а на сейника золотым звездоносцем становится. В пресс-центре Министерства обороны ДНР состоялась презентация альбома «Золотые звезды героев». Посвящен он лицам, которые удостоены высшего звания героя ДНР. В их числе глава республики Александр Захарченко. С учетом того, что издается эта помойка подчиненными Захарченко из Министерства информации, то получается, что Санька за народные денежки сам себя лизнул. И глядя на такое, возникает стойкое убеждение. А может, дело Преображенского живет и ныне? И это ж далеко не единичный случай. Скажем прямо, мы долго хохотали, узнав, что недавний торговец курочкой, а ныне страстный любитель захватить Киев ртом. Наши воинские соединения готовы взять штурмом Киев. Дальше будет проще. Дальше можно будет не в Киеве снега заларивать. Пускай все думают, как Захарченко будет Киев захватывать. На самом деле не кто попал, а сюррист? Да да что там? Гордость вуза? Вот вы сами в новостях посмотрите. Донбасская юридическая академия отмечает второй день рождения. В преддверии празднования знаменательной даты академия провела череду праздничных мероприятий. Одним из таких стало открытие Стеллы заслуженным выпускникам. Честь возглавить список выпала Александру Захарченко. В какую-то секунду подумалось, а вот же Ростову повезло. Вот вся интеллигенция у них собирается. Профессор уже там, а юрист, если кофе в лифте пить не будет, авось тоже вскоре поедет. Честь возглавить список заслуженных выпускников Донбасской юридической академии выпала на Александра Захарченко. И тут наше внимание и привлекла одна чудесная деталь. Нет, мы чего-то, может, не понимаем, но вы присмотритесь. Когда там юрист Захарченко академию закончил? Вроде как в 2015 году. А теперь тратим 20 секунд, чтобы найти, в каком же году открылась эта реформированная недоросами академия. Дата создания Донбасской юридической академии 28 января 2015 года. То есть мы все правильно поняли? Академию открыли в 2015-м, и Санек в 2015-м из нее уже выпустился, причем с отличием. Вот что значит юрист от бога, небось, сходу все экзамены сдал. Но если серьезно, то есть стойкое ощущение, что все это мы где-то уже видели. Только там не юрист, а переводчик был. Впрочем, для современной России в Шариковщине нет ничего зазорного. Порой даже кажется, что это их главная статья экспорта. Даже нефть рядом не стояла. Иначе чем объяснить, например, вот это? Захарченко станет президентом Украины. Еще раз, это не стенгазета в Донецкой УГА, а сайт одного из федеральных каналов. Мы очень сомневаемся, что это был просто тонкий троллинг. Скорее всего, Вася, каляковший эту пургу, даже верил в написанное. Но главное здесь в другом. Спустя три года маразмы кремлевской пропаганды начали поднимать на смех даже сами боевики. И английским королевам англичане стремительно нищают, не могут решить свои проблемы и с надеждой смотрят на Захарченко. Да и как же же не поднимать? Ну ладно, ряженый, ну ладно, юрист, ну ладно, лизунами себя окружил. Но он ведь реально ничего не умеет. Процветание республики начинается и заканчивается в телевизоре. Перспективы развития нашей экономики, они все-таки имеют положительные стороны. Ну то есть мы можем с уверенностью говорить, что у нас есть прогресс в этом плане. А цифры, опубликованные самими новороссами, четко дают понять, если бы не денежки из Москвы, то уже и телевизор бы не помог. Сегодня в министерстве узнал внешнеторговый баланс ДНР за 2016 год. Цифры, конечно, удручающие. Экспорт на 3,6 миллиардов рублей, импорт на 46 миллиардов. Это только по торговле с РФ. Что еще раз доказывает абсолютную ущербность экономики ДНР. Ну а пока сурков Русиано не наливает, можно и покуражиться. Тем более, что народу вокруг старательно перемешивают мозги с майонезом. Рост стандартов. В ДНР увеличили размер минимальной пенсии. 43% пенсионеров республики с января этого года будут получать на 5% больше. Поднял барин пенсию, бодро рапортует ведущая из телевизора. 2600 рубликов топерича. В республике с 1 января 2017 года минимальная пенсионная выплата составляет 2600 российских рублей. А у хохлов вон, самые бедные пенсионеры в Европе. Для украинских пенсионеров 2017 год обещает стать еще хуже, чем предыдущий. Украинские пенсионеры самые бедные в Европе. Минимальная пенсия на данный момент составляет 1247 гривен. Тут смотришь и не понимаешь, смеяться или плакать. Может, мы перепутали? И это телевидение Швейцарии или Германии? Да нет, это все тот же сладкий юнион. Впрочем, давайте посчитаем. Это минимальная пенсия в Украине. Каждый может зайти и проверить. А это новоросская, свежеповышенная, 2600 рублей. Заходим на сайт банка ДНРы, смотрим курс и считаем. В гривнах даже 1200 нет. Что получается? Людям, у которых пенсия после чудо-повышения меньше, чем минимальная украинская без всяких повышений, рассказывают о самых нищих пенсионерах и о добром барине. Рост стандартов в ДНР увеличили размер минимальной пенсии. Кстати, украинские пенсионеры самые бедные в Европе. И здесь снова актуален старый вопрос. А вот на кого это рассчитано? Что, никто не посмотрит и не посчитает? Хотя, что это мы? Нет времени считать. Там он Захарченко новый памятник поставил. Смотрите далее в программе. Очередная годовщина обстрела троллейбуса в Донецке. Или диверсанты на мусоровозах отменяются. Остановка на БАСЭ в 2015 году была обстрелена с северо-запада из пиона. Как забравшиеся боевики показательную скорбь устраивали. Не имеем права забыть, вряд ли у кого-то это получится, даже если кто-то захочет. Это антизомби. Территория без пропаганды. Страшные, шокирующие новости пришли всего два часа назад из Донецка. В одном из районов города обстреляна остановка общественного транспорта. Когда люди постоянно врут, то со временем они настолько завираются, что попросту забывают, о чем рассказывали еще недавно. 13 смирных жителей погибли сегодня в результате минометного обстрела остановки общественного транспорта в Донецке. Если компания небольшая и все свои, то вранье по мелочам – это такая себе типичная история из рубрики «Понять и простить». Но совсем иные эмоции возникают, когда, несмотря на трупы вокруг, несмотря на горе родных, да вообще на всех наплевав, завираются отдельные персонажи. Генпрокуратура ДНР. Остановка на Басе в 2015 году была обстрелена с северо-запада из пиона. От такого циничного пиара на крови челюсть отвисает до асфальта. И глядя на завравшихся клоунов, так и хочется сказать – братцы. А чему удивляться-то? Ничего нового. Так было всегда. Впрочем, давайте уже к факту. В январе 2015 года в Донецке был обстрелян троллейбус. От осколков погибли люди. Многие получили ранения. И вот на остановке практически в центре Донецка стоят разбитые автомобили. Это разбитый троллейбус, в котором несколько человек погибло. Там машина, в которой сгорел водитель. И вот в городе привычно сгоняют бюджетников. Звучат пламенные речи из серии «Не забудем, не простим». Не имеем права забыть. Вряд ли у кого-то это получится, даже если кто-то захочет. И вроде как все по делу, и вроде как правильно. Все-таки горожане погибли. Если бы не одно «но». Уж как бы так не получилось, что самые главные любители показательной скорби сами не отдавали приказ стрелять по спальному микрорайону. Шок, боль, потрясение – это то, что ты испытываешь, когда оказываешься на месте этой трагедии спустя буквально несколько десятков минут. Мы нисколько не сомневаемся, что в эту секунду тысячи адептов секты «Путин в виде» взлетели к потолку от негодования. Но, конечно же, все проплачено как минимум Соросом. А у КрасМИ все врут. Именно поэтому мы специально для них сделаем подборку исключительно из российских новостей. Точного числа убитых нет. Кто-то говорит о 12 погибших, кто-то о 13. Ополченцы несколько минут назад озвучили цифру в 15 убитых. Задача очень простая – показать, как заврались запоребриковые товарищи. Ведь все хорошо понимают, что честным людям, у которых якобы все факты на руках, врать не надо. Алексей, что говорят? Стреляли диверсанты в городе или по людям била артиллерия? Итак, 22 января 2015 года. Обстрел и страшная картина. Осколки посекли троллейбус с людьми. Конечно же, московские корреспонденты уже тут как тут. И давайте внимательно послушаем, из чего же велась стрельба. Утром украинские силовики обстреляли остановку общественного транспорта в Ленинском районе, по словам очевидцев, из минометов. Миномет, говорит нам Первый канал. Да, это миномет, подтверждает Россия-24. Достаточно очевидно, что это был минометный, по всей видимости, удар. А лайф-ньюс, внимание, даже показывает боевика, который лично нашел одну неразорвавшуюся мину. Стреляли из минометов. Еще было три выстрела, а четвертый неразорвавшийся находится в соседнем доме. Сейчас там работают саперы. Если человек мину неразорвавшуюся нашел, то какие вообще споры могут быть? Калибр определяется за 30 секунд. И вот что характерно, пока не начался шухер, они именно этот калибр и называли. Обстрел, минометный обстрел, предположительно из миномета 82 миллиметра. 82 миллиметра. Миномет 82 миллиметра, говорят нам российские каналы. И в целом по картинке очень похоже. Судите сами, асфальт лишь поцарапан, нет воронок, характерных для крупного калибра. Если бы ровно то же самое случилось на Петровке, Октябрьском, Абакумово или Путиловке, ну или других прифронтовых районах Донецка, мы бы никогда не смогли ничего доказать. Но тут боевики сами попали в свой же капкан. Микрорайон Бассе. Именно там случилась трагедия. Троллейбус 17 маршрута был обстрелян в тот момент, когда он подъехал к остановке Дон-Гормаш на улице Куприна в Ленинском районе в самом центре Донецка. Этот густонаселенный массив носит название микрорайон Бассе. Кто не знает Донецка, мы покажем место обстрела на карте. А теперь давайте вспомним, что ближайшая позиция украинской армии – это Марьинка и Пески. Откройте карту. Все ведь легко делается. И померьте расстояние от остановки Донецк-Гормаш до Марьинки и Песок. Всем хорошо видно? А теперь давайте посмотрим, какова максимальная дальность стрельбы из миномета калибром 82 мм. Максимальная дальность – 3040 метров. Да, вы не ослышались. Чуть больше трех километров. Максимальная дальность. То есть ни с Марьинки, ни с Песок ВСУ добить до Бассе просто не могли. Даже если предположить, что стреляли не с 82-го, а с тяжелого 120-го, то все равно никак. 120-мм возимый миномет. Максимальная дальность – 9 тысяч метров. А с учетом якобы найденной мины… Четвертый, не разорвавшийся, находится в соседнем доме. И сюжетов всех российских каналов – это был феерический залет. Экстренно нужен был план «Б», а методички из Москвы, видать, запоздали. Санек почесал репу и выдал на гора историю, которая со временем станет классикой. О том, что в Донецк украинские силовики забросили несколько групп для совершения терактов, в руководстве ДНР говорили давно. Они перевозят минометы в автомобилях, в том числе в мусоровозах. Именно на мусоровозе был установлен миномет, из которого диверсанты открыли огонь по мирным жителям в центре Донецка. Мы сто раз троллили фееричный бред про диверсантов на мусоровозе, а потому просто проговорим их отмазку. Нам хотят сказать, что укропы могли добить на бассе с миномета, потому что стреляли не с маринки и не с песок, а с похищенного в Донецке мусоровоза. Они вырезают в газелях, даже в машинах, которые занимаются вывозом мусора, специальные отверстия, маскируют там минометы, быстро производят выстрелы и стараются скрыться с места трагедии. Ну включите же им кто-нибудь логику, а? Вот вы, украдиверсант, рискуя жизнью пробираетесь в Донецк. Причем пробираетесь со спрятанным в трусы минометом, а снаряды к нему в кармане несете. Версия о диверсантах получает довольно четкие очертания после изучения места происшествия. Предположим, никто из коммунальных служб не заметил пропажи целого мусоровоза. Ну а что, вдруг у Мартынова дядя на мусоровозной фабрике работал, и мусоровозы у него просто завались? Так вот, даже если представить, что космический сценарий с проносом миномета и похищением мусоровоза – правда, вот вы, будучи украдиверсантом, куда бы стреляли? Логично, что по базам боевиков смысл рисковать жизнью, тратить столько сил, чтобы стрелять по троллейбусу. Но если речь идет о Захарченко или Басурине, то логики ждать не стоит. Да что там, лизуны из МГБ тут же подхватили шизофреничные фантазии Санька и якобы оперативно задержали диверсантов. Буквально только что власти ДНР заявили, что задержали диверсионную группу, которая может быть причастна к обстрелу остановки. Казалось бы, все. Точка. Дальше завираться уже некуда. Но часто мы просто недооцениваем деградацию нынешних обитателей Донецкой ОГА. То, что мы покажем прямо сейчас, должен увидеть каждый. Это один из самых показательных примеров новоросских танцев на костях. Ведь чтобы в очередной раз рассказать по телевизору о кровавой хунте, они не постеснялись опубликовать вот это. Остановка на Басе в 2015 году была обстрелена с северо-запада из пиона. Для тех, кто не понял сразу, мы не поленимся повторить. Оказывается, по троллейбусу каратели попали из пиона. И это не бабушки на лавочке решили, а цельная генпрокуратура ДНР. В генпрокуратуре уточнили, что такие выводы сделаны по результатам исследования многочисленных осколков, которые были найдены на месте трагедии. Это было за гранью добра и зла. Пион – мощнейшая самоходка еще советской армии, призванная пробивать подземные бункеры. Если не верите у красми, вот вам пион от канала Live News. Это установки пион калибром 240 миллиметров. Вот воронка шириной, я думаю, метров приблизительно в 10, глубиной минимум в 4. А теперь сравните эту воронку с поцарапанным асфальтом возле троллейбуса. Нагляднее некуда, правда? А сейчас вопрос знатокам. Так если стреляли из пиона, то какую мину обнаружил один из боевиков в день трагедии? Четвертый, неразорвавшийся, находится в соседнем доме. И как же быть с диверсантами на мусоровозе? Именно на мусоровозе был установлен миномет, из которого диверсанты открыли огонь по мирным жителям в центре Донецка. Неужели громадный пион в мусоровоз встроили? Вот вы реально хотите сказать, что целая куча экспертов и военкоров не смогла отличить осколки от мелкого миномета от осколков снаряда от пиона? Обстрел минометный, обстрел предположительно из миномета 82 миллиметра. Остановка на Басе в 2015 году была обстрелена с северо-запада из пиона. Другими словами, господа хорошие. А вот вы когда врали? Тогда или сейчас? Впрочем, судя по надписи на памятнике, клоуны у микрофона и сами до сих пор не могут определиться. Кем прокуратура говорит пион, на памятнике написано миномет. Это все, что вам нужно знать о начисто завравшихся циничных подонках. А ведь у них хватает совести вылезать на сцену, показательно закатывать глаза, отрабатывать скорбь перед камерами, обещая отомстить. Все мы испытали большую боль утраты, боль утраты и злость, ненависть к убийцам, нацистам, карателям. Обязаны помнить и обязаны в будущем не допустить такую страшную трагедию. И здесь нельзя не вспомнить старую поговорку, где громче всех держи вора, кричит сам вор. Ведь если у человека чиста совесть, нет никакого резона врать. Когда ты видишь, как завравшиеся кремлевские фойкометы в итоге путают пион с минометом, тебе начинает казаться, что вот оно дно, и зашквариться сильнее уже невозможно. Остановка на Басе в 2015 году была обстрелена с северо-запада из пиона. Но проходит время, ты включаешь российские новости и понимаешь, просто нет такого дна, которого бы они не пробили. Давайте употреблять точный термин. Это истребительная политика. Жители Донбасса выделены ими как группа, которая подлежит уничтожению. На протяжении трех лет мы ежедневно слушали россказни о кровавой хунте, которая то ветеранов ела, то бабушек насиловала. Это что, это не фашисты? Борис, я хочу у вас спросить. Вы фашистов там не видели. А давайте мы вас туда пригласим. А отдельные товарищи даже не чурали слово геноцид. Мол, за русский язык людей карают. Это все делается в пределах бандеровской идеологии, которая говорит о геноциде русскоязычного населения. Здесь, конечно, возникал простой как дверь и вопрос. Слушайте, а что тогда в освобожденных Краматорске или Славянске никого не покарали? Как же хунта так оплошала? Почему на гайкой за русский язык не бьют? Уничтожается территория, которая была провозглашена генетическим мусором, русскоязычными людьми, которые не нужны современной Украине. Но в том-то и дело, что пропаганда – это лозунги и ничего более. А под лозунги не нужны факты. Возьмите, например, ходилку о защитниках Донбасса. Все же ее слышали сто раз. Наша задача, опять же, всеми доступными нам силами и средствами освободить всю нашу территорию и гарантированно ее защищать. Гарантированно ее защищать. А потом возьмите и покажите, как эти защитники градами и минами защитили жителей Песок. Это всего пару километров от Донецка, где живут такие же жители Донбасса. Здесь под ноль стерто все. Тупо все. Храм, школа, жилые дома. В Песке сейчас это просто груда развалит. Но вы видели хоть один российский сюжет о страданиях жителей Песок? Их не было. И быть не может. Потому что есть правильные жители Донбасса, а есть неправильные. А правильных принято делать слезливые сюжеты. А всех остальных мачить градами, саушками и минами. История с Авдеевкой на этой неделе – один из самых ярких примеров цинизма и вранья по-русски. Вчера ночью гуманитарный штаб в центре Авдеевки был накрыт градом. Пуски из Донецка снимали сами боевики. Здесь уже не получится съехать Басуринкой, мол, хунта сама себя обстреляла. Грады, Скалиновки и других районов города уже на пленке. И это никуда не денется. И тут вопрос к бравым защитникам Донбасса. А мы все правильно поняли. Разгромив гуманитарный штаб, вы защитили жителей Донбасса от еды, возможности зарядить мобильный телефон и просто выпить горячего чая. Просто посмотрите, сколько людей было там еще утром. И поток не уменьшался в течение дня. Нет, палатки, конечно, восстановят, да и гуманитарку новую привезут. Но пойдут ли туда люди, зная, что защитнички Донбасса в любую минуту могут защитить их очередным пакетом града? Фашисты, получается. Это микрорайон Донской. Одна из точек, откуда по Авдеевке работают грады. Что характерно, спустя три года войны эти подонки, не смущаясь, перевели артиллерию в густонаселенные Калининский и Пролетарский районы. Расчет простой. Если будут стрелять в ответ, то погибнут сотни мирных жителей. Но сейчас акцент на другом. По телевизору они вообще не стреляют. Гороженные силы Донецкой народной республики соблюдают режим тишины. Соблюдают режим тишины. А на деле десятки видео, снятых жителями Донецка. И это несмотря на возможность дождаться дома гостей из МГБ. И вот именно из-за таких арт-обстрелов вокруг были уничтожены все линии электропередач. В результате боевых действий Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла. Городообразующее предприятие Авдеевский Коксахим вынужден был приостановить работу. А для города это равносильно смерти. Тепла в Авдеевке нет из-за того, что коксахимический завод обесточен. Самостоятельная генерация не позволяет обеспечить полноценное производство. Но пришлось делать выбор, что делать, греть батареи или греть город. Поэтому мы батареи увидим в консервацию. За окном минус 22. Люди остаются без тепла. В Москве отлично понимают. Это большой залет. То, что случилось дальше, обязательно нужно увидеть каждому. Операция «Отмаш» рядового Захарченко включается на всю катушку. В Донбассе не прекращается бой столкновений ополченцев с украинскими силовиками. Самая сложная обстановка сохраняется в районе Авдеевки. Сразу заметно, пропагандисты банально не готовы. Они тупо не знают даже, где находится Авдеевка и под чьим она контролем. Власти Украины продолжают подводить технику к расположенному в ДНР селу Авдеевка. Деревня в ДНР. Чё кому не понятно? И это не стенгазета в больнице имени Кащенко, а федеральный канал РЕН-ТВ. Расположенному в ДНР селу Авдеевка. Дальше у пропагандистов возникает нелёгкая задачка. Ведь все мировые агентства трубят об обстрелах и разрушениях в Авдеевке. Везде крутят кадры вылета Града из Донецка. Вон, полетели, смотри. Казалось бы, ситуация для Кремля безвыходная. Авдеевка под контролем Украины. Вот как рассказать ватушке, что эта хунта зверствует? Но ребята решают ломать через колено. И вуаля! Авдеевка становится городом ДНР, который вероломно обстреливают каратели. Ситуация в Донбассе снова резко обострилась. Ранним утром украинские военные открыли огонь по Авдеевке. Это пригород Донецка. Тут же оказывается, что вооружённые силы Украины вообще атаковали Авдеевку, которая и так была украинской. Укривляясь, достоверные данные об атаке украинцев на ополчение у Авдеевки. А федеральные каналы пускают в эфир вот такие чудо-сюжеты. Обстрелы со стороны украинской армии не утихали всю ночь, продолжаются и сейчас. Конечно же, больше всего пострадала Авдеевка в Донецке. Из-за обстрелов в СУ выведены из строя несколько котельных. Хохлы обстреливают Авдеевку, а ополченцы соблюдают перемирие. Армия ДНР не открывает огонь, чтобы экстренные службы смогли безопасно и оперативно исправить всё необходимое. От такой наглости челюсть падает до асфальта. Но беда-печаль пропагандистам нечем иллюстрировать свои враги. И тут они решают работать по принципу «Ай, сгорел сарай, гори и хата». Украинская армия предприняла атаку на позиции армии республики. Она была отбита. Тем не менее, ВСУ продолжает утюжить территорию под контрольное ополчение. Это всё тот же канал РЕН-ТВ шокирует зрителей зверствами хунты. Причём они обстрел отдельным куском показывают, мол, сами оцените, что каратели творят. Ну давайте найдём это видео. Это же не сложно. Вот оно. А теперь читаем подпись. РСЗО БМ-21 «Град» из Донецка. Да вы что! Оказывается, это боевики из Донецка стреляют. То есть, что делают гости из-за поребрика? Они просто переворачивают всё с ног на голову. Украина якобы атакует под контрольный себе же город, а обстрелы боевиков без тени смущения выдаются за украинские. Обстрелы со стороны украинской армии не утекали всю ночь, продолжаются и сейчас. То, что случилось дальше, сложно объяснить. То ли в Кремле сами ущербность стратегии осознали, то ли новая методичка появилась. Но вдруг российские каналы выливают на зрителей настоящую сенсацию. Победа! Ополченцы взяли Авдеевку! В Кремле заявили о том, что ДНР вернула под контроль Авдеевку. Это канал «Звезда». Официальный канал Министерства обороны России. Они-то врать не будут. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по информации, имеющейся у Кремля, ополченцам ДНР удалось вернуть Авдеевку под свой контроль. Но здесь даже у самой ватной публики начал взрываться мозг. Стоп! Сначала нам втирали, что Авдеевка – это ДНР. И хунта ее обстреливает. В СУ продолжили утром 31 января обстрелы позиций ДНР. Обстрелу подвергся населенный пункт Авдеевка. А полченцы при этом строго соблюдают перемирие. Вооруженные силы ДНР в одностаренном порядке прекратили огонь и соблюдают режим тишины. А тут вдруг оказывается, что Авдеевка-то наша. Право захвачено капралом с ластикой, к которому, похоже, приезжала бабуля. То, что одна новость полностью противоречит другой, для современной России вообще не проблем. Они, например, спокойно совмещают басни из серии «А мы вообще не стреляем?» Оруженные силы ДНР соблюдают режим тишины. С якобы космическими потерями ВСУ. Ага, а еще было убито 800 агентов ЦРУ, 500 литовских снайперш, а в Кальмиусе уничтожены американские диверсанты-подводники. Но вопрос даже не в этом. А расскажите нам, каким образом, соблюдая перемирие, вы убили аж 200 карателей? Если предположить, что убили из разрешенных минском автоматов, то, значит, убитые у вас в зоне видимости. 200 человек – это целые поля, усеянные трупами. Но вот же чудеса. Ни одной фотографии, только смешные отмазки из серии «У Порошенко в одноклассниках» прочитали. Истинные потери скрываются от общественности. Зайцы золотущие, когда у вас смешных пару месяцев назад было не 200, а всего два трупа украинских солдат, вы с них несколько дней подряд не слазили, показывая при каждом удобном случае. А тут 200 погибших и ни одной фотографии. У каждого же есть телефон – уделайте лживые украсми. Но вместо этого они пытаются доказать одни фейки другими. В Раде назвали показухой похороны пяти бойцов ВСУ вместо 200. Утритесь, хохлы, уже и Рада вон 200 трупов признала. Удивительно, правда? А теперь давайте откроем и прочитаем. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков заявил, что президент Украины Петр Порошенко устроил шоу из похорон бойцов ВСУ в Киеве. Ой, да вы что, оказывается, не Рада, а один депутат, точнее, бывший депутат, который к Раде не имеет никакого отношения и давным-давно живет в Москве. Да у меня нет никакой жалости к этим националистам, которых крошат ополченцы и молодцы, и правильно делают. Чем больше перебьют тему, тем меньше об этом работают. Но тут не надо ничему удивляться, если люди за один день умудряются назвать Авдеевку деревней в ДНР, потом выдавать свои обстрелы за украинские, а еще позже героически захватить Авдеевку языком. ДНР вернула под контроль Авдеевку. Выдавать ручного клоуна за всю Раду – это детский лепет. И, кажется, не зря говорят, что ложь давно победила нефть, став главным продуктом кремлевского экспорта.